Вечер под серебряным дождем. Пишите не только слушать, но и смотреть за тем, что происходит в студии. И, конечно, пишите 7903-797-6333. А перед тем, как приступить к обсуждению новостей, расскажу вам о такой прекрасной штуке, которая касается непосредственно меня, потому что речь идет про мой эфир. Если вы предприниматель, если вы хотите попасть сюда, к нам, на серебряный дождь, чтобы о вашем бизнесе услышала огромная армия слушателей серебряного дождя, то, в общем, все очень просто, не надо ничего мудрить. Вы заходите на наш сайт silver.ru, заполняйте специальную анкету, в рамках которой вы, так сказать, делитесь секретом успеха вашего действия. И вот как раз авторов самых интересных историй пригласим в эфир серебряного дождя ко мне, к Дарье Гордеевой. И, как вы понимаете, о вас и о вашем бизнесе узнают многие и многие. Еще раз свой бизнес, хотите рассказать о нем, милости прошу, silver.ru, специальная анкета, которая вас ждет. Что касается сегодняшних планов, вопреки обыкновению последних нескольких недель, начнем мы сегодня не с Израиля, а начнем мы сегодня с новости, которая пришла в выходные дни. Забытие, которое я старалась, честно говоря, но как-то не очень получилось. Речь идет о заявлении депутата Гурулева, который тот сделал в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». Генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что он хотел бы изолировать от общества, значит, 80%, которого поддерживают президента, значит, или хотя бы как-то уничтожить противников, я так понимаю, и общества, и президента. Вот что произнес в эфире господин Гурулев. Были предложения отменить выборы президента. А зачем? Даже если мы тут будем ходить в носу ковыряться, то президент победит на выборах. Это заслуга его личная. Я железно знаю, что он победит капитально, так что не снилось всей этой швали. Макроном, Байденом, Штольцем и тому подобное. Это состояние нашего общества на сегодняшний день. Я хотел бы, чтобы в нашем обществе, которое на 80% доверяет президенту, это именно тот показатель сплочения, который есть на сегодняшний день, вся гниль, которая осталась, должна быть, если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена. Конец цитаты. Там была вводная небольшая, значит, Гурулев перед этим рассказывал, как он в Петербурге посещал театр Комиссаржевской, где на сцене, как он выразился, увидел натуральную. Он вводил натуральную порнографию и записи песен иноагента Андрея Макаревича. Ну и добавил, мы видим, но молчим. Надо обратить внимание на гражданскую позицию каждого, независимо, кто ты там, депутат, просто рабочий или инженер. Нетерпимость ко всему этому явно же это иноагенты и пораженцы, сказал господин Гурулев. О том, какая реакция на сегодняшний день появилась на его слова и как, кстати говоря, он сам их объяснил, я расскажу через пару минут. Вечер под серебряным дождем Ну что, мы продолжаем, друзья. Последствия высказывания депутата Гурулева обещала вам рассказать. Это то самое высказывание о том, что, значит, вся гниль, которая осталась, должна быть, если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена. Журналист, член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева, общаясь с журналистами Ньюсру, как бы парировала господину Гурулеву следующей репликой. Я бы ему напомнила историю. Все, кто призывал к репрессиям, потом сами становились их жертвами. Жаль, что мы так ничему и не научились. Любые репрессии, но в первую очередь сталинские. Ну, мне кажется, не нам его учить, если его родители и школа не научили. Конец цитаты. А вот издание «Подъем» писало о том, что политик Сергей Удальцов вроде как объявил о том, что подал жалобу на Гурулева в генпрокуратуру. Ну и последовало сегодня некоторое в каком-то смысле объяснение. Значит, общаясь с корреспондентом издания «Чита.ру» 21 октября, депутат Гурулев пояснил, что в выступлении об изоляции и ликвидации противников президента России он говорил о врагах страны, в том числе о людях, желающих поражения своей стране и тех, кто сражается против Родины в рядах вооруженных сил Украины. Я не очень поняла, как это нужно было понять из контекста этой речи, но тем не менее. Значит, процитирую, соответственно, комментарии изданию «Чита.ру». На передаче я говорил, что 20% не поддерживают президента или относятся нейтрально. Теперь внимание. Кто такие оппозиционеры? Это те, кто с народом, со страной, может, не поддерживают президента, но идут верным курсом, предлагают какие-то варианты тех или иных проблем для достижения цели, процветания и блага своего государства. Это оппозиция, говорит Гурулев. Есть не то, чтобы иноагенты, а та оппозиция, которая говорит, что надо срочно завершить СВО. Как завершить? Сдаться? Когда вопрос такой задаешь, сразу начинается. Ну, вы знаете, надо подумать, пойти на компромисс. Ну, то есть, говорит депутат Гурулев, по сути, сдаться. А сдаться – это значит, люди пророчат поражение своей Родине, раскол государства и его уничтожение. Это оппозиция или враги? Наверное, это враги, правда? А коли это враги, то к ним надо относиться как к врагам, в том числе и к иноагентам, которые сегодня желают нашей стране поражения, и к сволочи, которые бегают в Русском легионе на сторону Вооруженных сил Украины и заходят на нашу территорию, к сожалению, убивают наших людей. Как с ними надо обходиться? Смотреть или уничтожать? Конец цитаты из комментария депутата Гурулева, корреспонденту издания «Чита.ру». Плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три три три. Друзья, это номер нашего ватсапа. Я жду ваши комментарии. Мы через пару минут перейдем к другим новостям. И напоминаю, что у вас есть возможность присоединяться к видеотрансляции на канале «Серебряного дождя» в YouTube. Вечер под серебряным дождем. Вечер под серебряным дождем в студии Дарья Гордеева. Ну и последствия еще одной новости, которой уже несколько дней. Грета Тунберг несколько дней назад у себя в бывшем твиттере, то, что теперь называется «Экс», написала, что «Миру нужно призвать к немедленному прекращению огня справедливости и свободе для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц». Я думаю, что только ленивый не видел фотографию, да, где, значит, Тунберг со своими сотоварищами выступает в поддержку Палестины. Правда, правда, тут надо отметить, что чуть-чуть позже Тунберг заявила, что она все-таки выступает, цитата, против ужасающих нападений со стороны палестинского движения «Хамас». Но вот сегодня Министерство образования Израиля объявило о том, что хочет изъять из школьных материалов упоминание о Грете Тунберг. Власти к этой мере решили прибегнуть из-за того, что, собственно, она высказалась в поддержку Палестины и сектора газа. Вот что сказали в Министерстве образования Израиля. Такая позиция лишает ее права быть образцом с точки зрения моральных и образовательных ценностей. И она более не имеет права служить примером для подражания и воспитания для израильских учащихся. Конец цитаты. Цахал сегодня, представитель Цахал, комментировал акции в поддержку Палестины, проходящих в некоторых странах. Значит, Джонатан Конкрикус, пресс-секретарь армии обороны Израиля, заявил, что участники акции в поддержку Палестины либо не понимают, что происходит, либо ненавидят Израиль. По его мнению, поддерживать Хамас значит быть на стороне террористов. Это интервью австралийской ABC и приведу оттуда цитату. Я думаю, что люди, участвующие в акциях против Израиля, либо не осведомлены о происходящем в секторе газа, либо полны ненавистью к Израилю из-за вещей, которые не имеют отношения к происходящему в газе сейчас. По последним данным, с израильской стороны погибло более полутора тысяч человек. А вот глава Полетбюро Палестинского движения Хамас и министр иностранных дел Ирана общались по телефону и обсуждали, как же остановить, как они это назвали, преступление Израиля. Это сообщение, размещенное в телеграмме Хамас, в котором сказано следующее. Обсуждались последние события, связанные с сионистской агрессией против сектора газа и пути использования всех методов, чтобы остановить эти жестокие преступления, совершаемые врагом в секторе газа. Израильские СМИ сегодня такие цифры приводят. Стало известно, что более 200 тысяч израильтян числятся вынужденными переселенцами из-за атаки Хамас. Около 100 тысяч покинули свои дома в связи с распоряжением эвакуировать 105 населенных пунктов у границ с сектором газа и Ливаном. Об этом журналистам рассказал представитель правительства. Вторая половина решила эвакуироваться из населенных пунктов по собственному желанию. И число вынужденных при этом переселенцев в секторе газа, по данным ООН, превышает полтора миллиона человек в Анклаве. В результате израильских бомбардировок разрушена четверть жилых домов. ООН констатирует катастрофическую ситуацию в Анклаве. Сегодня появилась информация о том, что через контрольно-пропускной пункт Рафах на границе Египта с сектором газа проехала колонна из 14 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом пишет Reuters. Египет, напомню, до этого сообщал, что в воскресенье, это да, данные за воскресенье, через границу проехало 17 грузовиков с гуманитарной помощью. После, правда, эту информацию опровергли. Опровергли непосредственно в ООН. В целом, что касается грузовиков, которые пропускали с гуманитарной помощью в воскресенье, пока нет никаких точных данных. А неназванные источники Reuters утверждают, что всего за сутки на территорию сектора газа въехало около 19 грузовиков. В субботу же через это КПП проехали первые 20 машин. Плюс 7903-797-6333. Это номер нашего ватсапа. Интересная публикация, которая появилась накануне в Нью-Йорк Таймс, о том, почему Израиль откладывает наземную операцию. И, кстати говоря, официальный комментарий армии обороны Израиля о том, при каких условиях Израиль наземную операцию отменит. Оставайтесь под серебряным дождем. И, друзья, не забывайте о возможности присоединяться к видеотрансляции на канале «Серебряного дождя» в YouTube. Ну а если какую-то из программ нашей радиостанции вы пропустили, то, милости прошу, отправляйтесь на страницу «Серебряного дождя» в Дзене, где все можно пересмотреть и переслушать. Вечер под серебряным дождем Продолжаем, друзья, вечер под серебряным дождем в студии Дарья Гордеева. Плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три три три. Значит, еще одна новость к уже упомянутому контрольно-пропускному пункту. Рафах, которым непонятно, какое количество грузовиков в итоге с гуманитарной помощью проехало. Но вот как сегодня пишет газета «Аль-Раби Аль-Джадид», ссылаясь на собственные неназванные источники, Египет вроде как предложила создать лагеря для беженцев из сектора газа в палестинском населенном пункте Рафах. Значит, египетские власти, есть инициатива, значит, по этому поводу, как утверждают еще раз журналисты, это пока никто из официальных чиновников не комментировал. И в рамках этой инициативы египетские власти хотят оказывать срочную помощь пребывающим в лагерям жителям газы. А также, как утверждает египетская пресса, одной из важных функций лагерей будет, цитата, «сортировка раненых и лиц с хроническими заболеваниями, требующими срочного вмешательства для их перевода в египетские полевые госпитали». Это, значит, рассказал один из неназванных собеседников газеты. Другой анонимный источник рассказал, что Египет, Каир и Соединенные Штаты координируют свои действия по вопросам доставки гуманитарной помощи через как раз КПП Рафах. И вот согласно тому, о чем пишет сегодня египетская пресса, планируется направить в газу 100 грузовиков с гумпомощью. Египетские журналисты утверждают, что произойти это может уже до конца текущей недели или к началу следующей недели. И такая вот была публикация сегодня, на этот раз речь про американскую прессу. Газета «Нью-Йорк Таймс» также со ссылкой на собственные неназванные источники опубликовала следующий материал. В нем сказано, что США посоветовали Израилю отложить начало наземной операции в секторе газа с целью выиграть время для переговоров по заложникам. Речь идет о заложниках, которые удерживаются группировкой «Хамас». Рекомендации об отсрочке наступления, по данным «Нью-Йорк Таймс», передал лично министр обороны США Ллойд Остин своему израильскому коллеге. Значит, представитель министра обороны Израиля эту информацию не комментировал, а вот посол Израиля в США в эфире телеканала CNN заявил, что Соединенные Штаты не оказывают давление на Израиль. Они нам дают советы, но не говорят нам, что делать или чего не делать. Администрация президента США планирует задержать начало наземной израильской операции с целью доставить в сектор газа больше гуманитарной помощи. Об этом также пишет «Нью-Йорк Таймс». И вроде как представитель администрации предложил, что нужно время для определения способов избежать новых жертв среди гражданского населения. Также в публикации отмечается, что Вашингтон планирует выиграть время для подготовки, защиты от возможного нападения на интересы США группировок, которые поддерживаются Ираном. А вот госсекретарь США Энтони Блинкин в эфире телеканала NBC сказал следующее. «Существует вероятность эскалации со стороны иранских сторонников, направленной против сил США». Об этой публикации стало известно утром, а вот ближе к началу программы темы наземной операции в Газе комментировали эту тему представители армии обороны Израиля. О чем, собственно, шла речь. Сегодня, кстати говоря, обновились цифры по количеству заложников в секторе Газа. Я об этом расскажу вам через пару минут. Пишите «Плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три три». Ну и не забывайте присоединяться к видеотрансляции. Ну что, друзья, продолжаю знакомить вас с новостями, которые успели прийти вот на ленты агентства к этой минуте. Буквально пару минут назад рассказывала про публикацию в газете «Нью-Йорк Таймс». Издание, ссылаясь на неназванные собственные источники, пишут, что США, так, они аккуратно выбирают формулировку, посоветовали Израилю отложить начало наземной операции в секторе Газа. Для чего? Для того, чтобы выиграть время для переговоров по заложникам, которые удерживаются группировкой «Хамас». И вот сегодня пресс-секретарь Цахал в интервью, это интервью австралийской ABC, сказал следующее, что проведение армии обороны Израиля наземной операции в секторе Газа практически неизбежно, если только, то есть названо условие, «Хамас не освободит заложников и не сложит оружие». Цитата. «Если бы Хамас вышел из укрытий, в которых прячется за израильскими мирными жителями, как сейчас, вернул бы всех 212 наших заложников и безоговорочно сдался бы, тогда война закончилась бы. Если они этого не сделают, нам, видимо, придется пойти на это, имея в виду как раз начать наземную операцию». Что касается количества заложников, примерно через часа 2 после этого заявления последовало уточнение. У количества заложников «Хамас» и другие группировки удерживают в заложниках в секторе Газа 222 человека. отмечается со ссылкой на представителя армии обороны Израиля, что среди них есть и иностранцы. Об этом, например, сегодня также писали The Wall Street Journal. До этого называли довольно длительное, на длительном протяжении времени количество человек-заложников в 199 человеков. Человек, прошу прощения, сегодня мы услышали от пресс-секретаря ЦАХАЛ о том, что заложников 212, и спустя пару часов появилось вот такое обновление. Представитель армии обороны Израиля отметил, что опознание убитых в результате атаки «Хамас» 7 октября продолжается до сих пор. И он сказал, что этот процесс затрудняется тем, что многие погибшие были как раз иностранцами, и для их идентификации потребовались образцы ДНК их родственников. На прошлой неделе в посольстве России в Израиле заявили, что как минимум два гражданина России находятся в заложниках у «Хамас» в секторе газа. И сегодня Песков, об этом сегодня сообщили РБК, говорил о том, что дипломаты прилагают все усилия для освобождения россиян, которые стали заложниками палестинских боевиков. Осуществляются определенные контакты, дипломаты работают. Конечно, в той ситуации, которая там есть, трудно говорить о детальной информации. Наши дипломаты принимают все усилия. Песков также ответил на вопрос о россиянах, которые проживают в секторе газа. По его словам, с некоторыми из них связь есть, а другие граждане России не выходили на контакт с посольством. Здесь совсем разные ситуации, сказал он, потому что регистрация не является обязательной. Это добровольное дело для всех граждан, которые проживают за границей. Плюс 7903, 7976333. Что касается тех двух подтвержденных россиян, о которых идет речь, и о которых, собственно, официально говорила 19 октября пресс-секретарь посольства России в Израиле, отмечается в публикации, что это люди, имеющие два гражданства. К другим новостям мы перейдем, друзья, через пару минут. Оставайтесь под серебряным дождем. Вечер под серебряным дождем. Ну и, друзья, все, кто не пропускал эфиров на прошлой неделе, знают, что вот сейчас наступает мое любимое время, потому что я начинаю вам рассказывать, начинаю вас знакомить с участниками всероссийского музыкального конкурса, который называется «Звезды Эксид». Совместный конкурс, премиальный автомобильный бренд Эксид, и Московская государственная консерватория имени Чайковского летом объявили о том, что стартует прием заявок на этот самый конкурс. И участники конкурса – это молодые, талантливые люди, студенты высших музыкальных учебных заведений России. Конкурс проходит в два этапа. Первый – отборочный по видеозаписям. А вот финальное очное прослушивание состоится в Малом зале консерватории в Москве 27 октября. То есть совсем скоро участники нервничают, а тут еще мы и пристаем к ним с вопросами. Собственно, кто они, в какой номинации они, каким они видят свое будущее и так далее, и так далее. Очередное знакомство в номинации «Скрипка». Сибилева Арсения Викторовна, «Город Москва», номинация «Скрипка». Настрой прекрасный, потому что я очень люблю играть на сцене, и каждое выступление для меня – это праздник. Соответственно, программа, там всего две пьесы на 10 минут, поэтому я взяла «Романцевингерский танец» Рахманинова как две контрастные пьесы. Мне они очень нравятся. Просто этими пьесами мне бы очень хотелось поделиться с публикой. Хочется играть на скрипке просто везде и дарить радость зрителям, вообще всем людям как-то привносить добро и свет в этот мир, и нанести вот прям классическую музыку в том виде, в котором она есть, чудесном и прекрасном, без каких-то современных новых идей, а вот просто истинно чистую музыку. Была проблема немного с выбором произведений, потому что в 10 минут очень сложно уложить две пьесы для скрипки. То есть обычно они все идут гораздо дольше. Но я решила поступить по сердцу. То, что мне больше нравится, больше хочется играть для зрителей, то я и решила играть. Лауреатами конкурса, напомню, станут пять финалистов. По одному в каждой номинации фортепиано, скрипка, виолончель, медные духовые инструменты и сольное пение. Готовьтесь, друзья, в конце следующего часа познакомлю вас с новым, молодым, талантливым участником конкурса «Звезды Эксид». Талантливым участником конкурса «Звезды Эксид»